Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем изучать тему расширяющаяся Вселенная. Галактики редко бывают одиночными. 90% галактик концентрируется в скоплении, в которое входит от десятков до нескольких тысяч членов. Средний диаметр скопления галактик 5 мегапарсек. Среднее число галактик в скоплении 130. В местную группу галактик, размеры которой 1,5 мегапарсек, входит наша галактика, туманность Андромеды, туманность Треугольника, большое Магелланово облако, малое Магелланово облако, карликовые галактики. Всего около 40 галактик, связанных взаимной гравитацией. Согласно последним исследованиям, местная группа движется со скоростью 635 км в секунду относительно соседних скоплений. Скопления сферической формы, состоящие из тысяч галактик, называются регулярными. В них чаще всего встречаются эллиптические галактики. Как правило, они являются сильными радиоисточниками. Одним из самых больших скоплений, содержащим 40 тысяч галактик, является скопление в созвездии Волосы Вероники. Оно находится от нас на расстоянии 100 мегапарсек. Скопление занимает на небе область диаметром около 10 градусов, а его размеры достигают 10 миллионов световых лет. В иррегулярных скоплениях много спиральных галактик, но общее число галактик значительно меньше по сравнению с регулярными скоплениями. Одно из них – скопление в созвездии Девы, находящееся в 15 мегапарсеках от местной группы. Скопление Девы огромное. Оно покрывает участок неба 200 раз превышающий площадь, занимаемую Луной. Одна только эллиптическая галактика М87 из этого скопления по размеру сравнима с нашей местной группой. Наивысшая плотность галактик наблюдается в центральных областях крупных скоплений. Галактики здесь часто сталкиваются. Конечно, расстояния между звездами огромны, и при столкновении двух галактик звезды одной из них свободно проходят между звездами другой. Однако галактики притягивают друг друга, звезды сходят с орбит, в некоторых случаях галактики сливаются. Скопление галактик – самая крупная устойчивая система во Вселенной. Области повышенной концентрации скоплений галактик чередуются с пустотами в сотне миллионов световых лет. Местная группа также расположена в сверхскоплении, центр масс которого находится в созвездии Девы. Другое сверхскопление находится в созвездии Геркулеса на расстоянии около 700 миллионов световых лет. Скопление галактик в созвездии Девы является центральным сгущением в сверхскоплении галактик. Общее число галактик нашего сверхскопления, исключая карликовое, около 2000, а размер около 60 мегапарсек. Пока выявлено около 50 сверхскоплений. Скоплений более высокого ранга не обнаружено. Совокупность наблюдаемых галактик всех типов и их скоплений квазерово-межгалактической среды образует метагалактику. Под метагалактикой понимается вся видимая Вселенная. Во Вселенной медленно происходит изменение, носящее необратимый характер. Например, ее расширение. Размеры метагалактики ограничены нашими возможностями наблюдений и в настоящее время приняты равными 1026 степени метров. Ясно, что понятие размеров Вселенной весьма условно. Реальная Вселенная безгранична и нигде не заканчивается. Многолетние исследования метагалактики выявили два основных свойства, два космологических постулата. Метагалактика однородна в больших объемах. Метагалактика изотропна в больших объемах. Изотропность метагалактики доказывается наблюдениями реликтового излучения. Реликтовое излучение одинаково по всем направлениям. На трехмерных картах северной части неба хорошо заметна подобная структура, имеющая размеры 50 на 30 на 5 мегапарсек, названная Великой Стеной. Похожее образование обнаружено и в южной части неба. Ячеистая структура Вселенной отражает картину распределения вещества в эпоху, когда галактик еще не существовало. В соответствии с решениями Фридмана уравнений Эйнштейна, 10-20 степени миллиардов лет назад, в начальный момент времени, радиус Вселенной был равен нулю. В нулевом объеме была сосредоточена вся энергия Вселенной, вся ее масса. Плотность энергии бесконечна, бесконечна и плотность вещества. Подобное состояние называется сингулярным. В 1946 году Георгий Гамов и его коллеги разработали физическую теорию начального этапа расширения Вселенной, объясняющую наличие в ней химических элементов синтезом при очень высоких температуре и давлении. Поэтому начало расширения по теории Гамова назвали «большим взрывом». Вселенная расширяется из состояния с бесконечной плотностью. В сингулярном состоянии обычные законы физики неприменимы. Теория, объединяющая теорию относительности и квантовую физику, до сих пор не построена. Из расчетов Фридмана вытекали три возможных следствия. Вселенная и ее пространство расширяются с течением времени. Вселенная через определенное время начнет сжиматься. Во Вселенной чередуются через большие промежутки времени циклы сжатия и расширения. Возникает вопрос, какой из трех вариантов реализуется в нашей Вселенной. Ответить на него предстоит наблюдательной астрономии, которая должна оценить современную среднюю плотность вещества во Вселенной и уточнить значение постоянной Хаббла. По теоретическим расчетам, в течение первых 10 в минус 36 степени секунд, когда температура Вселенной была больше 10 в 28 степени Кельвинов, энергия в единице объема оставалась постоянной, а Вселенная расширялась со скоростью, значительно превышающей скорость света. Этот факт не противоречит теории относительности, так как с такой скоростью расширялось не вещество, а само пространство. Эта стадия эволюции называется инфляционной. Из современных теорий квантовой физики следует, что в это время сильное ядерное взаимодействие отделилось от электромагнитного и слабого. Выделившаяся в результате подобного нарушения симметрии энергия и явилась причиной катастрофического расширения Вселенной, которая за крошечный промежуток времени 10 в минус 33 степени секунды увеличилась от размеров атома до размеров Солнечной системы. В это же время появились привычные нам элементарные частицы и чуть меньшее из-за спонтанного нарушения симметрии количество античастиц. Спустя несколько секунд после Большого взрыва в горячей и плотной Вселенной началась стадия первичного нуклеосинтеза, продолжавшаяся около трех минут. В результате термоядерных реакций образовывались ядра тяжелого водорода и гелия. Затем началось спокойное расширение и остывание Вселенной. Предсказанное количество водорода 75% и гелия 25% по теории первичного нуклеосинтеза подтверждаются распространенностью легких элементов в космосе в настоящее время. Примерно через миллион лет после взрыва равновесие между веществом и излучением нарушилось. Из свободных протонов и электронов начали образовываться атомы, а излучение стало проходить через вещество, как через прозрачную среду. Именно это излучение назвали реликтовым. Его температура была около 3000 кельвинов. Реликтовое фоновое излучение открыли в 1965 году американские ученые Арно Пензиас и Роберт Вильсон. Оно оказалось в высокой степени изотропным, одинаковым по всем направлениям и своим существованием подтверждает модель горячей и расширяющейся Вселенной. На экране вы видите распределение температуры реликтового излучения. Светлые области отличаются от темных всего на 0,001 кельвина. После рекомбинации вещество начало эволюционировать самостоятельно. Из-за вариаций плотности вещества появились протогалактики. Там, где плотность была чуть больше средней, образовались очаги притяжения. Области с пониженной плотностью делали все разреженнее, так как вещество уходило из них в более плотной области. Именно так практически однородная среда разделилась на отдельные галактики и их скопления. А спустя сотню миллионов лет появились первые звезды. Наличие красного смещения у галактик позволяет с большой точностью определять расстояние до них. Чем сильнее смещены линии в спектре галактик, тем дальше галактика. Этот метод определения расстояний до галактик основан на хорошо известном в физике эффекте Доплера, впервые внедренном в астрономическую практику известным русским астрономом Белопольским. Космологические модели приводят к выводу, что судьба Вселенной зависит только от средней плотности, заполняющей ее вещества. Постоянная Хаббла позволяет оценить время, в течение которого продолжается процесс расширения Вселенной. Наиболее вероятное значение среднего возраста Вселенной – около 15 миллиардов лет. Определить постоянную Хаббла с высокой точностью очень непросто. Галактики часто имеют довольно высокие скорости – до 1000 км в секунду, не связанное с космологическим расширением. Космологические модели приводят к выводу, что судьба Вселенной зависит только от средней плотности, заполняющей ее вещества. Если она ниже некоторой критической плотности, расширение Вселенной будет продолжаться вечно. Этот вариант называется «открытая Вселенная». Похожий сценарий развития ждет и плоскую Вселенную, когда плотность равна критической. Через многие миллиарды лет прогорит все вещество в звездах, и галактики погрузятся во тьму. Останутся только планеты – белые и коричневые карлики, а столкновения между ними будут крайне редки. Если Земля все еще останется к этому времени, она будет замерзшей скалой в темную расширяющейся Вселенной. Если же плотность Вселенной окажется слишком велика, то наш мир замкнут, а расширение рано или поздно сменится катастрофическим сжатием. Вселенная закончит свою жизнь в гравитационном коллапсе. Закрытая модель предполагает, что Вселенная может быть представлена как грандиозная закрытая система, испытывающая множество эволюционных циклов. Цикл расширения сменяется циклом последующего сжатия, до возвращения в сингулярное состояние, затем в новый взрыв и т.д. Полный цикл расширения и сжатия Вселенной составляет примерно 100 млрд лет, каждый раз возвращаясь к сингулярности. Более подробную информацию вы получите, прочитав параграф 30 учебника по астрономии. Желаю вам успехов при выполнении теста, предлагаемого к данному модулю.